Привет, друзья! Меня зовут Марина Жигульская, и мы с вами находимся на моем канале Школы Здоровья и Ресурс, в котором мы говорим про здоровье. И наверняка вы часто слышали о пользе витамина D. Ко мне приходят клиенты, которые максимальное количество вопросов задают именно про этот витамин. Какой лучше попить? В каком количестве? А надо ли мне попить витамин D? А не передозирую ли я его? Вот на все эти вопросы мы сегодня, пожалуй, будем с вами искать ответы. Давайте начнем, пожалуй, с того, что в нашем организме 30 тысяч генов. И за более чем 2 тысячи генов, конечно же, отвечает витамин D. Именно поэтому его называют прогормоном. Какими проблемами в нашем организме может обернуться нехватка витамина D? Частые вирусные или бактериальные инфекции, УРВИ, бронхиты, пневмонии, в том числе у детей. Аутоиммунные заболевания – это эректильная дисфункция, ожирение, эндометриозы, аллергии, бесплодие и онкология. Это остеопороз, это, конечно же, сердечно-сосудистые заболевания и все, что связано с сосудистыми дисфункциями, выпадение волос, экзема, диабет первого типа, псориаз, замедление роста плода и преждевременные роды. Но тут возникает вопрос, надо ли мне конкретно принимать витамин D, потому что он жирорастворимый, он накапливается в организме и передозировать его, нам говорят, очень опасно. На самом деле это так, передозировка этого витамина может быть токсична. Но у меня была клиентка, которая принимала витамин D, внимание, на протяжении года по 40 тысяч единиц, когда стандартная дозировка – это 2-5 тысяч единиц. И вот только через год она пришла уже к токсическому воздействию этого витамина. Почему так происходит? Потому что на самом деле вот я живу возле пляжа и мне выйти из дома, дойти до пляжа, ну это где-то 10 минут спокойным шагом. Если я дойду до пляжа, немножечко потусуюсь там и вернусь назад, я за этот момент, очень короткий, получу 10 тысяч международных единиц. Когда нам говорят, что нам надо 600 международных единиц, это, конечно же, очень мало. Витамин D мы не можем восполнять никаким другим способом, кроме как через солнечные лучи и из пищи. Солнечные лучи сейчас не такой уж и хороший вариант, потому что синтез витамина D нашей кожи зависит от множества факторов. Это широта, цвет кожи, это длина лучей, это загрязненность воздуха, ну и так далее. Вес, вес. Вот. И уровень витамина D очень непросто поднять у большинства людей, которые имеют дефицит этого витамина. Я уже сказала, что препятствием к этому может быть, например, лишний вес или некорректно работающие органы желудочно-кишечного тракта, в частности, желчные, которые отвечают у нас за усвоение жирорастворимых витаминов, коим является витамин D. И, конечно же, как у любого другого витамина, у витамина D есть кофакторы, так называемые помощники. Это, безусловно, сначала магний. Без приема магния даже не начинаете принимать витамин D. Безусловно, это витамин B6. Конечно же, это витамин K2. Но дело все в том, что в витамине K2, как правило, у нас нет дефицита, и мы легко получаем этот витамин из продуктов питания. Но когда вы увеличиваете дозировку витамина D, и она вырастает у вас, например, до 10 тысяч международных единиц, что считается оптимальным для большинства дефицитников, вот тогда желательно витамин D подсветить витамином K2. Дополнять свой рацион прямо вот таблетированной формой, которая называется D3 плюс K2. K2 мы можем получать из практически любых растительных продуктов, но это в большинстве своем зелень. Также витамин D не усвоится в вашем организме, если, например, не будет хватать витамина А или, например, цинка. То есть витамин D очень сильно зависит от того, насколько вы дефицитны по другим витаминам и минералам. Сейчас я вам расскажу про основные правила приема витамина D, но вы должны помнить, что если вы не измените свой образ жизни, не скорректируете адекватную, оптимальную работу своего желудочно-кишечного тракта, не закроете дефициты, то вероятнее всего, что дефицит витамина D вернется сразу после того, как вы прекратите принимать его из вот таблетированной формы. Чтобы этого не допустить, переходите по ссылке в описании к этому видео. Там вы найдете полезный телеграм-бот, который поделится с вами бесплатным чек-листом и тремя уроками, благодаря которым вы начнете свой путь к здоровью. Важно принимать витамин D только на фоне приема магния. Когда мы датируем витамин D, это автоматически увеличивает расход магния в нашем организме. Если вы столкнулись с таким симптомом, как ломота в теле, обязательно добавляйте магний. Магний в дозировке 400 мг, этого будет достаточно, и это минимальная дозировка. Если вам недостаточно, вы можете смело увеличивать дозировку вплоть до 800. Но магний делите на три приема. Желательно витамин D принимать утром. Во-первых, потому что для его усвоения нам нужны жиры, а они у нас преимущественно на завтраке. А во-вторых, потому что витамин D слегка бодрит. Так вот, если мы принимаем витамин D с жирной пищей на завтрак, таким образом мы создаем оптимальные условия для работы нашего желчного пузыря, и следовательно, усвоение витамина D. Молочные продукты, газированные напитки и, в принципе, любые другие рафинированные продукты лучше исключить из рациона, потому что они будут существенно мешать усвоению и всасыванию витамина D. Что касается анализов, есть два метода исследований. Один из методов называется ИФА, а второй называется ХМС. Так вот, когда у вас берут анализ в лаборатории, зачастую это метод ИФА, который захватывает кучу ненужных метаболитов и выдает вам не совсем корректную цифру. Условно, вот этот уровень можно поделить на 2. Вам приходит результат, например, там 45, а норма стоит в референсе 30. Вы успокаиваетесь, думая, что у вас нормально все с витамином D. На самом деле, если мы эту цифру разделим на 2, у вас получится не 40 с копейками, а 20 с копейками. Соответственно, вы уже далеко за пределами самой минимальной планки референса. Оптимальный уровень витамина D, если мы говорим про метод ХМС, должен соответствовать цифре вашего веса. То есть, если, например, я 52 килограмма, я сдаю методом ХМС это 50-60, если методом ИФА, то это 100-120. Когда у меня спрашивают, какой витамин D выбрать, выбирайте любой. Конечно, ориентируйтесь на цену, потому что разброс очень большой. Когда вы выбираете дозировку витамина D, здесь надо отталкиваться от текущего уровня, который есть у вас на данный момент. Я рекомендую тем людям, у которых есть дефицит витамина D, неглубокий, дозировку где-то 5000 международных единиц. Этого достаточно, чтобы вы просто держали под контролем эту цифру, и она не падала. Если же у вас меньше витамина D, тогда дозировка минимум 10 тысяч, и тогда, конечно же, с К2. Друзья мои, поделитесь в комментариях, как у вас обстоят дела с витамином D, как давно вы сдавали анализ, как часто пропиваете. Не пренебрегайте, пожалуйста, тем, чтобы всегда мониторить, какой у вас уровень витамина D, и периодически пропивать, если это необходимо. Чтобы я понимала, что это видео было для вас полезным, поставьте лайк и подписывайтесь на канал, для того, чтобы вместе с нами идти к вашей здоровой и счастливой жизни. А с вами была Марина Жигульская. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok